Так, здорово. Развучало приглашение, подтверждение записи. Теперь наш с вами мастер-класс записывается. Я всех вас приветствую на мастер-классе. И давайте с вами начнем. Ну, начнем, естественно, прежде всего с того, что познакомимся. И, естественно, мы с вами начнем с того, что мы должны с вами обсудить важность, да, рассматривая нами вопросов. Итак, господа слушатели, мастер-класс называется инструмент представления Custom Views, но помимо работы с представлениями, мы с вами будем обсуждать еще и сам курс, да, сам курс Excel. Так, господа слушатели, а проходили ли вы у нас в центре специалист когда-либо обучение и обучались вы на курсах Excel? Приходили ли вы к нам на эти курсы? Расскажите мне, пожалуйста, да, прежде чем мы с вами начнем, вот Екатерина говорит, да, Максим говорит, нет. Должен сказать, что у нас в центре специалист есть просто отличная линейка курсов, и если вы когда-либо у нас проходили обучение раньше, да, я думаю, что сейчас вы можете найти себе новый интересный курс по вкусу. Ну, а если никогда не обучались, я, естественно, всех вас приглашаю на курс Excel 1, ну, собственно, о котором мы с вами поговорим. Инструмент представления, кстати сказать, имеет отношение к курсу Excel 1, потому что представления позволяют нам сохранять результаты сортировки, фильтрации, применять их к нашим диапазонам ячеек. Так, ну что ж, давайте потихонечку начинать. Я думаю, что мы дали возможность нашим слушателям, всем желающим, достаточно в рамках приличия опоздать и уже ждать больше не будем. Итак, внимание на экран. Да, мы с вами сегодня разговариваем о представлениях. Вот, пожалуйста, слайд про меня. Я преподаватель пользовательских курсов в центре специалист и приглашаю вас, естественно, всех на наши пользовательские курсы и особенно на курс Excel 1. Ближайшая группа стартует буквально 22 мая. Соответственно, центр специалист уже порядка 30 лет учит людей и центр специалист гарантирует качество, результат и безопасность прохождения обучения, да, что важно в наше нелегкое время. Если вы планируете проходить у нас курсы, то обучение у нас проходит либо в аудитории, ну в этом случае, конечно, преподаватель сидит в маске, я сейчас нахожусь в пустой аудитории, а слушатель вместе с нами нет, да, мы с вами в вебинаре, поэтому сегодня без маски. Но вообще говоря, да, смотрите, комфортные классы предлагаются вашему распоряжению и, естественно, пропускная система охраны, поэтому если вы к нам придете обучаться в нашей уютной аудитории, то, пожалуйста, на здоровье приходите к нам в наш центр. Да, я уверен, что вы останетесь довольны. Ну, давайте мы для, так сказать, информации, да, я смогу подвернуть нашу веб-камеру и показать вам, как выглядит наш класс, да, это довольно вот такая большая, пока еще полутемная аудитория, ну просто я не зажигал свет, мне достаточно света на отрабочем месте. Соответственно, вот примерно так у нас выглядят наши компьютерные классы, они оборудованы современными персональными компьютерами и, естественно, курсы по офисным приложениям, да, ну и курсы по другим направлениям мы стараемся читать в современных версиях этих программ. Соответственно, почему мы решили с вами обсуждать вот работу в программе Excel, почему такая вот тема мастер-класса у нас возникла. Видите ли, программа Excel представляет собой мощный инструмент для анализа электронных таблиц, здесь мы можем данные табличные накапливать, здесь мы можем табличные данные обсчитывать, обрабатывать и анализировать. Но многие возможности программы Excel, как правило, я могу вам это сказать по своему опыту, вот наши слушатели не используют. Даже если к нам приходит на курс Excel 2 человек, который уже довольно давно использует эту программу, осваивал ее когда-то, в том числе сам, в том числе методом так называемого научного тыка, некоторые навыки проходят мимо него и я уверен, что вы откроете для себя много всего интересного, в том числе и на курсах Excel для самых, что у меня есть, начинающих. Вот в частности на курсе Excel 1, о котором мы сегодня с вами будем говорить. Соответственно, наша с вами задача обсудить некоторые вопросы, ну вообще курсов, да, вот по Excel и, естественно, посмотреть интересный материал про применение представлений. Этот инструмент довольно редко используется, да, знаете, почему он редко используется? Потому что находится довольно далеко от пользователя, на вкладке вид мы найдем инструмент представления в программе. Ну, что касается курсов, то по Excel у нас, слушайте, по Excel у нас построена целая линейка курсов, да. Вы можете проходить наши курсы по офисным приложениям, начиная даже с курса базовой компьютерной подготовки. Бывает и такое, к нам приходят слушатели, которые говорят, вот так, мы вот так, хочу подтянуть работу на компьютере. Да, что-то вроде бы получается, а что-то нет. И вот, пожалуйста, можно приходить к нам обучаться, начинать с базовой компьютерной подготовки. Ну, и дальше, в дальнейшем вы можете выстраивать свою собственную траекторию обучения в направлении тех навыков, которые интересуют вас, да. Это называется собственная образовательная траектория, да. Можно закончить обучение на курсах Excel, получив квалификацию специалиста по анализу и визуализации данных. Там не так много курсов Excel придется закончить, три курса. Ну, а можно двигаться в направлении аналитика данных и профессионального бизнес-анализа. Здесь уже достаточно длинная линейка курсов, в том числе с изучением таких вещей, как DAX, Power BI для анализа больших таблиц, для обработки больших массивов данных. Вот эти инструменты вместе с Excel, естественно, можно очень запросто, ну, естественно, получившись на курсах, использовать и таким образом продвигаться в этом направлении. Вот специальный слайд, вы можете найти его на сайте центра специалист. Это схема прохождения курсов для пользователей ПК. Обратите внимание, не так давно у нас добавились курсы по Office 365. Вот очень часто пользователи программы Excel, которые приходят к нам на курсы, они задают вопрос. А вот у меня дома Office 365, там есть вот облачные возможности, как я их могу применять. Вот, пожалуйста, кстати, есть у нас ответвление курсов по Office 365. Курсы по Excel у нас представлены вот такими вот линейками. Сегодня мы говорим о самом первом из них, о курсе Excel уровень 1, работа с Excel 2019 и 2016. В принципе, эти курсы помогают не только тем людям, которые собираются использовать программу Excel для обработки данных, но и просто для решения, в общем, рутинных офисных задач. Да, смотрите, даже для офис-менеджеров мы предлагаем Excel изучать и рассматривать. Ну, а вообще говоря, почему же именно программа Excel является такой популярной вот в плане редакторов электронных таблиц? Ну, во-первых, программа Excel входит в пакет Office, а это значит, что это интегрированный табличный редактор, данные из него можно очень легко передать в Word, в PowerPoint, да, и это обеспечивает удобство дальнейшего использования данных. В программе Excel накоплена большая библиотека встроенных функций, и практически любые вещи можно выполнять в программе Excel с помощью них. Ну, а если не хватает встроенных, я приглашаю вас всех, господи слушателей, на курсы программирования под Excel. Вполне можно организовывать автоматизацию данных в программе достаточно легко с помощью макросов. Это позволяет вам организовать обработку данных в таком режиме, более-менее пакетном, да, чтобы всякий раз не включать голову, если нужно выполнять какие-то рутинные простые задачи. А программа Excel представляет собой расширяемую среду. Вы можете запросто подключить в настройках дополнительные компоненты к Excel, и это серьезно расширяет возможности программы. Многие настройки предлагает Microsoft, многие настройки предлагают вам сторонние разработчики, в том числе есть и ряд бесплатных хороших настройок, я должен вам сказать, которые, в общем, достаточно помогают. Ну, и, конечно, не маловажна эта стоимость. Раз вы используете Excel, вы используете Office, вы его уже оплатили, и вы его уже получили. Поэтому программа Excel представляет собой выдающийся, в общем, инструмент, и используется практически всеми в самых разных отраслях человеческой деятельности. Так, бесплатно слушатели, примерно вот такие вот вопросы рассматриваются у нас на курсе уровня 1. Вот меня попросили включить слайд в презентацию, чтобы вы были в курсе. Но, естественно, о всех наших курсах вы можете получить представление о учебной программе любого нашего курса, если вы, соответственно, на нашем сайте увидите программу. Программа любых курсов находится на сайте Центра специалист. Пожалуйста, используйте его для того, чтобы выяснить, а есть ли у нас такой вот определенный курс по специальности. Кстати, да, и раз уж мы говорим об Excel, должен сказать, что, конечно, существуют и другие решения. Да, вот есть таблица Google, и вот у нас в Центре специалист есть отличные курсы, кстати, еще и по Google таблицам. Посмотрите, пожалуйста, на сайте или звоните нам на площадку нашим администраторам. В курсе Excel 1 мы обычно большое внимание уделяем вопросам, связанным с анализом данных, с обработкой таблиц, это связано с процедурами сортировки и фильтрацией данных в таблицах. Но, друзья мои, очень часто забывают наши пользователи о том, что есть у нас такой вот отличный инструмент, как представление, который используется, ну, в общем, на практике редко. Как я уже говорил, до инструмента представления нам нужно ехать и ехать. Для чего используется инструмент представления? Инструмент представления – удобный инструмент для того, чтобы сохранить какую-то текущую конфигурацию вашего листа. Допустим, применили вы фильтр к таблице, пожалуйста. Если этот фильтр вам нужно будет применять еще и завтра, послезавтра, он вам понадобится в среду, пятницу и в четверг, и вообще вы часто устанавливаете похожие условия для фильтрации к этому списку, пожалуйста, на здоровье сохраните результат работы фильтра в качестве представления. В этом случае вы, конечно, справитесь быстрее с установкой условий на отбор данных. Также в качестве представления, обратите внимание, можно и параметры печати сохранять. То есть, если вы печатаете документ, и перед тем, как отправлять таблицу на принтер, вы вынуждены, например, скрывать те или иные строки и столбцы, для того, чтобы просто они не были напечатаны, да, а потом, после того, как вы напечатали нужное количество экземпляров, опять нужны эти строки и столбцы, что делать? Наоборот, делать с новыми видео, отображать, то, пожалуйста, вы можете эти параметры в печати сохранить в качестве представления. Ну что ж, давайте с вами посмотрим, как у нас работают представления, и со свистым игроком будем с них экспертами, как минимум. Итак, внимание на экран. Вот у меня есть небольшая вот такая вот таблица. Собственно говоря, это диапазон ячеек, который содержит имена, фамилии, отчества и оклады. Местами, надо сказать, отличные оклады неких сотрудников. Допустим, я часто использую сортировку или фильтрацию в этом диапазоне и хочу сохранить результат применения тех или иных фильтров с помощью представлений. Давайте поработаем с представлениями вместе. Но сначала, естественно, включим фильтры. Многие, я уверен, знают, как работают в программе фильтры. Ну вот я включаю фильтры. Я сделал это на вкладке «Главное» в группе «Команды редактирования». И теперь можно отбирать сотрудников мужчин из города Москвы по заданию. Внимание на экран. Я включил фильтр, применил его к столбцу «Пол». И точно так же я отобрал сотрудников из Москвы вот здесь, в столбце «Город». Я использую вот этот вот список, который находится в нижней части фильтра. Обратите внимание, у нас здесь не то чтобы очень длинный набор городов в этой таблице, поэтому этим перечнем уже удобно пользоваться. Ну и вот значительно у меня сократился список. Смотрите, получилось у меня девять записей. Внимание на экране. Это видно внизу в строке «Состояние». Программа нам всегда сообщит, как у нас идут дела. Вот нашли мы этих москвичей и как-то обрабатываем эти данные. Допустим, мы очистили этот фильтр, и теперь нам снова нужно установить тот же самый фильтр по прошествии времени. И мы знаем, что нам этот фильтр снова понадобится потом, ну не знаю, через неделю, или на следующей неделе, или, не знаю, в пятницу прибежит начальник слушать, кто там у нас там в Москве-то, кто там у нас там работает, ну-ка покажи-ка. И вам нужно будет очень быстро применять эти настройки, как быть в случае с представлением. Давайте это посмотрим. Итак, внимание на экран. Вот на вкладке «Вид», посмотрите, у меня наблюдается вот такая вот, смотрите, мока в группе команд «Режим просмотра книги». Это и есть наше представление. Ну, из-за того, что команда «Представление» находится на вкладке «Вид», редко до нее доходит ход. Ну, так давайте включим их. Но сначала установим фильтр и сделаем нашу таблицу какой-то симпатичной. Итак, я еще раз устанавливаю фильтр на столбец «Пол» и снова устанавливаю фильтр на столбец «Город». Так, господа слушателей, знаете, что мне еще не нравится? Мне еще не нравится, что у нас вот этот вот столбец «Пол» и «Город» стали какими-то совершенно однообразными. В столбце «Пол» у меня написано сквозь рядом «МММММ», а в столбце «Город» у меня написано «Москва», «Москва», «Москва». Ну, это логично, у нас, конечно, применены фильтры. Слушайте, а давайте, знаете, перед тем, как сохранять вот этот вид моего листа в виде представления, я еще дополнительно, знаете, что сделаю? Вскрою вот эти вот столбцы, на которые я устанавливал правила отбора. Итак, я скрыл столбцы. Смотрите, какая у меня красота. Миленькая, маленькая, компактненькая табличка. Мужики из города Москвы, между прочим. У некоторых вполне конкурентная заработная плата, например, у праздникова Павла Платоныча. Видали? О, как. Эта организация гордится своей оплатой труда. И теперь мы, давайте, сохраним этот результат в виде представления. Господа слушатели, выбираю я команду «Представление». Ну, и, конечно, что нужно? Добавить новое представление в список. Сейчас я вижу, что в списке представлений у меня что? Пусто? Нет ничего. Нажимаем «Добавить». Имя будет у нас следующее. Я напишу имя листа, то есть на каком листе это представление работает. Это нужно обязательно делать. И напишу, что это мужичины из Москвы. Москва. Вот так у меня будет называться представление. Пожалуйста, когда вы сохраняете представление, обязательно следите, чтобы у вас имя было в имени представления указано. Иначе, когда у вас потом некоторое количество этих представлений накопится, вы не сможете понять, ну, по прошествии времени, естественно, к какому листу представление нужно применять. То или иное. Ну вот, я нажал на кнопку «Ок» и, пожалуйста, представление у нас сохранено. Давайте посмотрим. Вот оно. Лист 1. Мужчины из Москвы. Так. Ну что ж, давайте теперь отобразим все листы. Ну и, конечно, что сделаем? Очистим условия фильтрации. Итак, я снова работаю с полной таблицей. Да, но у меня есть готовое представление. Точно так же я могу сохранить выборку данных по сотрудникам, которые рождены в июне месяце. Да, конечно, запись будет, Павел. Да, мы включили. Да, ведется. In progress. Итак, внимание, группа. Включаем фильтры. Обратите внимание, на июнь месяц установить фильтр будет уже очень сложно, если мы хотим использовать вот этот список. Обратите внимание, у нас группировка по годам в этом списке теперь применяется. Давайте я просто поставлю курсор в область поиска. Не будем тратить время на лишнее. И напишу условия июнь в поле поиска. Так, фильтр применился. Я не стану скрывать столбец с датами рождения. И создам еще одно представление. Итак, представление. Нажимаем добавить. Называться оно у меня будет стандартно. Лист 1. Июнь. Июнь. Да, вот июнь. Нажмем на кнопку ОК и вот порядочек. 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 Так, теперь у меня два представления. Убираем снова фильтры. Я очищу условия. С помощью команды очистить. И давайте попробуем представить себе ситуацию, что нам на следующий день, через неделю, снова срочно потребовалось получить список этих июньских сотрудников или список сотрудников мужчин из города Москвы. Сделать это с помощью представлений теперь довольно просто. Я перехожу на нужный лист, выбираю представление и вот я могу выбрать нужное. Так, давайте июньских сотрудников снова увидим. Вот выбрал я применить. Посмотрите, список автоматически у меня отфильтровался. Условия отбора применено. Красота. Я могу давать. Так, очищаем фильтрацию данных. Да? Ну, а мужчины из Москвы у нас остались. Вот, пожалуйста, давайте их применим. Обратите внимание, у меня и фильтры применились, и скрылись соответствующие записи. Слушайте, дело-то полезное. Да? Вот теперь я могу фильтровать этот список, ну, в общем, и в целом, как смогу. Окей? В принципе, можно также, знаете, как действовать. Не только использовать представление для фильтрации данных. Не только, нет. Посмотрите, когда мы с вами создаем представление, это не только фильтры. Где наш слайдик? В качестве представлений мы можем еще сохранять положение текущей ячейки. Смотрите. Скрытые столбцы. Ну и, конечно же, что? Параметры печати. То есть, условия фильтрации – это только самый, ну, я бы сказал, первый пример, который приходит в голову. Да? Не обязательно представление – это фильтры. Давайте посмотрим на какой-нибудь пример, где фильтров устанавливать не надо. Так, вот на листе задания 2 я тоже как-то вот за фильтры выступал. Давайте вот я лист 3 открою, и мы посмотрим пример без фильтров. Итак, внимание на экран. На листе задания 3 у меня находится таблица, где у нас приведены данные по затратам на приобретение какой-то вот продукции, да, или выпуск продукции, или реализации продукции. В общем, данные по затратам. Данные по затратам у меня приведены помесячно. Ну, еще я решительно добавил в эту таблицу столбцы с квартальными итогами. Внимание, группа. Вот эти квартальные итоги. Да? Вроде бы неплохо выглядит, но таблица довольно большая. И что самое неприятное, не всегда ведь нам надо вот как-то вот ковыряться в этих данных, правда? Вот не всегда нам требуется здесь что-то вот такое вот настраивать. Мы, например, не всегда хотим видеть данные помесячно. Может быть, нам нужно как-нибудь укрупненное, да, показать эти итоги. Давайте попробуем. Итак, внимание на экран. Я создам два представления на этом листе. Первое представление будет детальное представление, а второе представление будет с квартальными показателями. Давайте попробуем. Итак, внимание на экран. На вкладку вид я перешел. Снова выбираю команду представления. Выбираю добавить. Итак, внимание на экран. Квартальные показатели. Да? И полный вид таблицы. Так, это у нас будет лист 3. Полностью будет называться у меня так представление. Или можно написать полная. Полная. Вот полная таблица. Ну, а квартальные показатели я могу легко получить, ну, хотя бы вот так, да, вот скрыв временно. Да, вот столбцы, которые содержат данные помесячно. Вот я скрываю столбцы. В контекстном меню, видите, для столбцов выбираю команду скрыть. Ага, вот теперь у меня такая вот миленькая-маленькая табличка получилась. Да, смотрите. И, конечно, давайте добавим новое представление. Называться она будет, конечно, лист 3 сокращенно. Да? Да, лист 3 сокращенная. Все. Вот так. Представьте, что вы демонстрируете эти данные на экране проектора. Да? Ну, какой-то доклад рассказывается, вам говорят, слушай, а где табличные данные? Да, вы сразу показываете вот ту большую таблицу. Да, народ говорит, боже мой, мы ничего не поймем. Вы включаете сокращенное представление. Да? Народ говорит, слушай, а в третьем квартале там почему такие показатели? А вы говорите, а вот за счет этого. Выбираете полное представление. Вот я применил это представление. Смотрите, у нас уже опять нет скрытых столбцов. Да, вот теперь можно детально это все отслеживать, весь анализ выполняется. Ну, давайте теперь сокращенное представление применим. О, неплохо, по-моему, отлично. То есть представление – это не всегда фильтры, господа слушатели. Представление – это тот режим, который мы можем применить, чтобы сэкономить время. И вот всякий раз не скрывать и не отображать ячейки таблицы. Увидели? Так, господа слушатели, давайте еще потренируемся. В качестве представления, как вы понимаете, у нас могут выходить, использоваться также данные для печати. Да, данные для печати. Параметры печати тоже можно сохранить в качестве представления. Давайте попробуем подготовить к печати вот этот вот небольшой наш список. Ну, понятно, что большая таблица, она у кого какая здоровая. И вряд ли она у нас поместится на лист А4. Да, но тем не менее, вот эту маленькую-то можно, наверное, напечатать. Итак, я включил режим просмотра разметки страницы. Да, вот, смотрите, полная, по-моему, красота. Да, я добавил, ну, не знаю, какие-нибудь другие поля. Давайте установим. Внимание. Да, у меня стоят обычные, а я включу настраиваемые. Страиваемые. Левое поле побольше, а правое, наоборот, сделаем поменьше. Ну, и, знаете, еще центрировать все это хозяйство будем тоже при печати. Хотя, может быть, зря. Вот я применил настройки полей. Так, ну, и что нам надо еще, наверное, установить здесь? Слушайте, а, наверное, есть смысл колонтитовы запомнить? Да? В нижний колонтитов я установил номер страницы. Да? Ну, а в верхний колонтитов я установил что? Текущую дату. Окей? Ну, и если мы хотим печатать только данные по затратам из верхней части, я еще, пожалуй, знаете, что сделаю? Установлю область печати. Вот задам и все. Вот теперь у нас на печать выводится только что? Верхняя часть нашей сокращенной таблицы. Давайте это проверим. Пайл печать. Ну, вот так у нас таблица, правда, выглядит. Зря я ее центрировал вертикально. Увидели? Не очень симпатично. Давайте мы снова через настраиваемые поля вертикально ее центрировать откажемся. И теперь я это представление, да, буду, конечно же, сохранять. Внимание, группа. Добавляю представление. Называется оно, конечно, лист 3 опять, да, поскольку лист 3. Да, и пишем печать, печать. Так, вот такое у меня представление появилось. Вот, все супер. Так, внимание на экран. Попробуем теперь применить это представление в таблице в полном рассвете сил, что называется. Итак, внимание. Я снова переключился в режим просмотра обычный и на вкладке вид включил представление какое. Полный вид моей таблицы. Да, вот теперь у нас, видите, таблица в полном виде. Видя, месячные показатели. Я вижу, все супер. И вот, допустим, мне понадобилось теперь ее начать печатать. Внимание на экран. Я думаю, так, у меня же было тут вот такое представление для печати, когда только верхняя часть таблицы печаталась. с областью печати, со всеми штуками, с настройкой страниц. Я нажимаю применить. Смотрите, у нас изменился и режим просмотра, и внешний вид таблицы. И область печати у нас соответствует верхней части. Смотрите, как здорово. По-моему, так неплохой вариант. Давайте попробуем в качестве представлений сохранить закрепленное на экране области. Внимание на экран. На листе задания 4. На листе 4. У меня уже такая вот таблица немаленькая. Предположим, я хочу закрепить области вот таким вот образом, чтобы первые две строчки у меня при прокрутке не исчезали. Ну, допустим, давайте добавим это представление, посмотрим, сохранится ли это в представлениях. Внимание на экран. Так, это представление будет называться лист 4, закрепленные две строки. Ну, вот я максимально подробно называю представление, чтобы просто, ну, как вам так сказать, я завтрашний говорил всегда спасибо себе сегодняшнему. Потому что если я буду представление называть очень неподробно и схематично, то ничего хорошего, наверное, из этого не получится. Я их потом просто забуду, в каком представлении у меня что соответствует. Ну, и заодно давайте, знаете, что еще сделаем. Так, заодно еще закрепим вот такой вот диапазон ячеек. Да, вот я закреплю вот такие вот области. Смотрите. Я закрепил сейчас столбцы на именование производитель, цена за штуку и поставщик. Вот, посмотрите, у меня эти столбцы не прокручиваются при прокрутке вправо. И точно так же я закрепил первую строчку. Вот давайте тоже представление сохраним. Я нажимаю добавить. Лист 4. Так, называется оно у меня закрепленное. 2. Ну, ладно, пусть так. Так, снял закрепление областей и теперь переключаюсь между этими представлениями. А внимание на экран. Так, если я хочу две строки закрепить, вот, пожалуйста. Смотрите, представление сработало. И при прокрутке я теперь всегда вижу первые две строчки. Ну, естественно, при прокрутке таблицы, при прокрутке нашего диапазона вниз. Так, давайте выберем второй вариант закрепления. Вот я нажал применить. И теперь смотрите, как у нас выглядит таблица. При горизонтальной прокрутке у нас не прокручивается первые четыре столбца. Я вижу, кто у меня производитель, кто поставщик и как обстоят дела с ценой за штуку. Ну, и, конечно же, господа слушатели, при вертикальной прокрутке я вижу по-прежнему заголовки из первой строчки хотя бы. Это удобно. Мне кажется, что это, прям сказать, здорово. Вот таким образом, создавая представления, запоминая их, вы можете легко конфигурировать ваши таблицы при просмотре. То есть, если вы постоянно закрепляете область, снимаете закрепление при просмотре, подумайте, может быть, можно создать такие представления и между ними аккуратненько переключаться. Итак, господа слушатели, вот чем был нам полезен этот прекрасный инструмент. У него, у этого инструмента есть только два недочета. Первый недочет. Находится этот инструмент как-то от нас с вами, смотрите, довольно далеко. Вот находился бы он на вкладке «Главное», правда? Или еще лучше, вот здесь, на панели быстрого доступа. Тогда бы нам было бы удобнее применять представление. А так всякий раз, смотрите, нужно переходить на вкладку «Вид» и где-то вот на вкладке «Вид» выбирать. Поскольку все элементы на вкладку «Главное» не поместишь, нам остается только этот инструмент поставить на панель быстрого доступа. Давайте его добавим на панель. Это будет очень удобно. Я правой кнопкой мыши нажимаю на команду, правой кнопкой, и из вот такого меню выбираю «Добавить на панель быстрого доступа». Вот кнопка представлений на панели. Увидели? Теперь я могу никогда не открывать вкладку «Вид», а представления могу включать любые. Давайте попробуем. Поприменяем представления. Теперь еще вот отсюда. Вернемся к листу 1. Ну и применим вот этот вариант, когда мы отбираем мужчину с горной маской. Отлично работает, друзья мои. Прекрасно работает. Итак, господа слушатели, если часто нужно применять к листам одни и те же фильтры, подумайте о воспользовании представлений. Если вы создаете представление с отфильтрованной таблицей, не поленитесь, пожалуйста, сделайте представление с полной таблицей. Тогда вам не понадобится отключать фильтр через очистить. И тогда вам не понадобится потом что делать? Отображать вот эти вот скрытые столбцы. Давайте я для листа 1 также представление сделаю с полным вариантом этого списка. Лист 1, полная таблица. Вот теперь так. Давайте еще разочек попробуем. Итак, июньских сотрудников применили. Вот они. Теперь нам нужно снова поработать с полной таблицей. Лист 1, полная. Выбрали, применили. Пожалуйста, тренируйтесь. Для того, чтобы добавить команду представления на панель быстрого доступа, нажимайте на нее правой кнопкой мыши на вкладке вид и выбирайте добавить на панель быстрого доступа. Она будет всегда с вами вне зависимости от того, какая лента вкладка у вас сейчас используется. Так, ну что ж, господа слушатели, я думаю, что мы с вами отлично справились с темой представления. Да, я показал вам все примеры, которые хотел. Спасибо. 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 . Восстановилось авгио-соединение. Так, господа слушатели, как звук сейчас? Так, есть. Ну вот буквально на минутку пропал звук. Бывает это, к сожалению. Давайте вернемся к нашим баранам. Я приглашаю вас всех на курс по Excel 1. Там мы будем обсуждать не только фильтры, не только сортировку, естественно, а рассмотрим с вами весь жизненный цикл документа Office, начиная от ввода данных в ячейки таблицы, заканчивая печатью. Готовых посчитанных таблиц. Ближайшая группа еще раз 22.05 у нас стартует. На Таганской, пожалуйста, приходите. Курсы у нас ведутся как в аудиторию, так, в общем-то, и другие возможные варианты. Да, вот можно участвовать в режиме вебинара примерно так, как вы сегодня тренируетесь с нами. Да, главное, чтобы звук больше не пропадал, правда? Приглашаем вас также на другие курсы по Word, по PowerPoint. Да, у нас отличные курсы, которые включены в комплексные программы. В этом случае слушателям комплексных программ предлагается скидка. И если у вас нет вопросов, да, я вас поздравляю, да, потому что наш с вами мастер-класс, в общем, в целом, закончился. Так, на спорослушатели, есть ли какие-то вопросы? Если есть вопросы, пишите их в чат. Если нет вопросов, я вас еще раз поздравляю и приглашаю к нам на курсы офис. Также у нас в центре есть бесплатная консультация по профессиональному развитию. Приходите к нам на бесплатные семинары, ну и на платные тоже приходите. Так, если нет вопросов, я готов отключаться. Потренируйтесь дома с представлениями. Возьмите какую-нибудь табличку и пофильтруйте ее, понастраивайте, и сохраняйте результаты этих настройок в виде представлений.